Да ты кто вообще такая, деточка? На кого ты свой рот открыла? Забыла, что еще совсем недавно ты была никем и звать тебе никак? Да и сейчас, если уж говорить откровенно, мало что изменилось. Это я тебе все дал. Абсолютно всем, что ты сейчас имеешь, ты обязана мне. Если я с тобой разведусь, то ты по миру пойдешь, а я не хочу, чтобы мой сын жил в нищете. Я не допущу этого. Поэтому мой мальчик останется со мной, а ты делай, что хочешь. После развода ни копейки не увидишь. Возвращайся в свою деревню к мамке под бок и живи, как раньше. Второго такого дурака, как я, ты больше не найдешь. Да и возраст у тебя уже не тот. Так что закончишь ты свою жизнь точно так же, как и начала. В нищете. А мы с сыном уж как-нибудь сами, без тебя разберемся. В последнее время у Владимира Викторовича не ладились отношения с женой. По правде говоря, он охладел к ней, и, положа руку на сердце, мужчина мог бы разойтись с ней нормально, как адекватный взрослый человек. Но Настя была категорически с этим не согласна и не просто выразила решительный протест, когда супруг заявил о том, что хочет подать на развод, а начала качать права. И это было ее главной ошибкой. Настя всегда мечтала выйти замуж за богатого человека и посвятить ему всю свою жизнь. Единственное, что интересовало ее в потенциальных женихах, это деньги. Она готова была смириться и с возрастом, и со всеми остальными недостатками мужчины, лишь бы выбраться из нищеты, которая опостылила ей за долгие годы. Мать предупреждала, что все может оказаться не так радужно, как она ожидает, но Настя не слушала ее. Как только девушке исполнилось 18 лет, она уехала из родного городка покорять столицу и дала себе слово, что обязательно добьется поставленной цели. «Я никогда не вернусь», — говорила она. «Никогда! Не хочу, чтобы моя жизнь вот так вот затухла. Я молодая и могу добиться очень многого, если, конечно, буду правильно себя вести. А сидеть здесь и прозябать точно не собираюсь. Не для этого я появилась на свет. Пусть всякие деревенские клуши выходят замуж за местных вань и радуются тому, что у них есть хотя бы скудная городская крыша над головой и лишняя зарплата мужа. Я достойна большего. И поверь мне, мама, я своего добьюсь. Вот увидишь, что и полугода не пройдет, как я стану женой состоятельного человека». Валентина Петровна догадывалась, чем промышляла дочь после переезда в столицу. Спустя всего месяц после того, как девушка покинула родной город, она стала регулярно присылать матери крупные суммы денег. Валентина Петровна благодарила и не выпытывала, откуда, что и как. Не маленькая, сама все понимала. И никогда не поднимала с дочерью эту тему. Любопытным соседям говорила, что Настенька нашла хорошую работу, повезло, так сказать, устроиться в жизни. А сама прятала от стыда глаза, осознавая, что и они догадываются, откуда девушка берет деньги. «Это ж надо так!» Шушукались соседки между собой. «И на ремонт в квартире заработала, и на то, и на сё. Продукты-то, Петровни, курьер теперь возит. Сама она носа из дома не кажет. А нас, соседей, которых всю жизнь знает, сторониться. Вот до чего доводит богатая столичная жизнь. Уже простые люди и не люди вовсе. А так, второй сорт, которому даже здрасте можно не говорить». Валентина Петровна была бы и рада побазарить с тетушками, как раньше, по-соседски. Да боялась ненужных расспросов и намеков. Люди-то они хоть и простые, но далеко не глупые. Понимали, что такие деньжища просто так с неба не падают. Да и на одной работе даже за столичную зарплату столько не заработать. И это тоже было ясно, как белый день. А Валентине Петровне совершенно не хотелось оправдываться и объясняться. Поэтому она предпочитала молчать и прятать глаза. Так было лучше для всех. Когда обещанные полгода прошли, Настя и вправду заявила, что выходит замуж. Только вот приехать к матери, чтобы познакомить ее с женихом, не сочла нужным. «Лучше ты к нам», – твердо сказала девушка, у которой не было абсолютно никакого желания выслушивать соседские сплетни и разговоры за спиной. Да и привести такого состоятельного человека, как Владимир Викторович, в свой родной городок, пригласить его в свою обшарпанную квартирку, Насте было просто-напросто стыдно. Поэтому она настояла на том, чтобы Валентина Петровна приехала к ним. «Я тебе заодно наш дом покажу», – весело щебетала она. «Ты такие только в кино видела». Особняк у мужчины и вправду был шикарным. «Столько комнат, что за один день и не обойти», – рассуждала женщина. «Как же ты будешь поддерживать порядок-то в этом дворце, когда выйдешь замуж? Наверное, недели не хватит, чтобы все тут убрать». В ответ на реплику матери Настя лишь рассмеялась. «Да ты что, мам, ну какой порядок?» – улыбнулась она. «У Владимира две домработницы, кухарка, четыре охранника и еще специально обученный человек, который следит за садом. Мне совершенно не нужно забивать себе всем этим голову. Я буду просто жить и наслаждаться жизнью». Конечно, Валентина Петровна была рада за дочь. Какая мать не желает счастья своему ребенку? Но то, что Настя решила связать свою судьбу с человеком в два раза старше себя, не могло не смущать. «А откуда у малолеток столько денег?» – язвительно спрашивала девушка. «Если только они родились в семьях каких-нибудь миллионеров. А так, да и не только в этом дело. Владимир, он умный, ответственный, сильный. С ним я чувствую себя как за каменной стеной. Так что мы обязательно будем счастливы. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Десять лет Настя прожила словно в раю. Чтобы закрепить результат и удержать возле себя состоятельного мужа, почти сразу же после свадьбы она подарила ему сына. Теперь их связывало нечто большее, чем семейные узы. И Настя была уверена в том, что на ближайшие годы надежно прикрыла свои тылы. Ближе к 30 годам она планировала обновить достигнутый результат и родить мужу еще одного ребенка. Степан был уже относительно взрослым мальчиком. Еще несколько лет и станет совсем самостоятельным. А Настя не молодеет. И чем старше она становилась, тем больше боялась, что настанет момент, когда Владимир Викторович начнет ей изменять. Как оказалось, ее опасения были не напрасными. Только произошло это гораздо раньше, чем Настя могла себе представить. Она сразу же поняла, что отношение супруга к ней резко изменилось. Он стал реже появляться дома, чаще задерживался на работе. А в выходные, вместо того, чтобы как раньше провести время с семьей, якобы ездил на дачу к друзьям и бизнес-партнерам. «Все дачи уже, наверное, в Подмосковье объездил», – сетовала Настя, когда жаловалась матери на свою нелегкую долю. «Вообще в последнее время дома не бывает. Я уже не знаю, что и делать». «А я тебе говорила», – сокрушалась Валентина Петровна. «Предупреждала, чтобы ты сто раз подумала, прежде чем выходить замуж за этого крокодила. Он же бабник. Тебе уже 30, а твоему Владимиру 18-20-летних подавай. Хорошо, если вообще не школьниц. Противный он, неприятный тип. Не понимаю, что ты в нем нашла, кроме денег, которые ты, если он тебя бросит, не получишь. Нет в нем ничего хорошего. И сейчас ты, наконец-то, убедилась в этом». Брак Насти, очевидно, трещал по швам. И когда она поняла, что ничего не может сделать для того, чтобы спасти отношения с мужем, решила обсудить с ним развод. «Я знаю, что ты не просто хочешь от меня уйти», – сказала она, когда супруг заявил о том, что хотел бы пожить отдельно. «У тебя другая женщина, а если сказать точнее, то молодая девица. Ты думаешь, что я такая глупая и ни о чем не догадываюсь? Ошибаешься». «Это не твое дело», – рявкнул Владимир Викторович, стукнув кулаком по столу. «С кем хочу, с тем и сплю. Могу себе позволить, если решу развестись с тобой, разведусь. Имею на это полное право. И вообще, не лезь в мои дела. Кто тебе позволил вести со мной подобные разговоры? Занимайся своими делами и не смей указывать, как мне жить». Итак, непростая обстановка в семье с каждым днем только накалялась. Настя с ужасом осознавала, что теряет все. Абсолютно все. Владимир Викторович уже даже не пытался скрывать от нее своих похождений. И казалось, что вот-вот он поселит свою новую пассию в комнате по соседству. Позволить так себя унижать Настя не могла и сама завела с мужем разговор о разводе. «Ты пожил отдельно, потом вернулся домой», – сказала она. «И снова где-то постоянно пропадаешь. Я не понимаю, у нас с тобой семья или что? Когда мы уже наконец-то будем жить нормально, по-человечески, как раньше?» Наглость супруги очень сильно задела Владимира Викторовича, который до этого момента хоть и размышлял о разводе, но вряд ли бы на него решился. Но когда Настя начала качать права, мужчина понял, что раздумывать не о чем. Тем более, что его новая пассия Кристина очень хотела выйти за него замуж. И не просто намекала на это, а говорила открыто. «Ты вообще кем себя возомнила?» – возмущенно воскликнул Владимир Викторович. «Это что за допрос с пристрастиями? Я, кажется, давно и ясно дал тебе понять, где твое место, а ты все лезешь и лезешь. И в мою жизнь не нарожен. Тебе самой-то не надоело? Как ты не понимаешь, что если я решу с тобой развестись, то оставлю тебя без трусов? Или ты на что рассчитываешь? Что ты будешь жить за мой счет? Нет, дорогуша, не выйдет. Я содержу только тех женщин, которые мне нужны и от которых мне что-то надо. Раздавать деньги направо и налево всем подряд я не собираюсь. Ты не на того напала. На твоем месте я бы помалкивал в тряпочку. Ты должна бояться меня потерять, а не претензии мне свои выкатывать». В тот раз Настя впервые за долгое время решилась справедливо ответить обнаглевшему и охамевшему супругу. Она просто не могла больше молчать и терпеть все его выходки. Сил не было, устала от всего, в том числе и от постоянного напряжения, в котором жила на протяжении долгих лет. И от той неопределенности, которая буквально окутала ее существование в последнее время. «Если ты хочешь развестись, то будь добр уважать и себя, и меня», – воскликнула она. «И сделать все, как адекватный человек, цивилизованно, без вот этих скандалов и истерик. Мы оформим развод. Я после этого вместе со Степаном перееду в ту квартиру, которую ты купишь для своего сына. Ты будешь платить мне алименты. И мы будем жить так же, как раньше, только без тебя. Ты сможешь видеть сына тогда, когда захочешь. Приезжать в гости, общаться с ним, забирать его на выходные. Я обещаю, что не буду препятствовать вашему общению». После этих слов Владимир Викторович буквально взорвался от ярости. Еще ни разу в жизни Настя не видела мужа таким злым и даже не представляла себе, что он может настолько войти в раж. Мужчина буквально рвал и метал, обзывая жену последними словами, и еле-еле сдержался, чтобы не ударить ее. «А не слишком ли много ты на себя берешь?» Воскликнул Владимир Викторович. «Алименты ей подавай, отдельную квартиру, больше ничего тебе не нужно. Не дождешься ты ни одного, ни другого, ни третьего, и я тебя оставлю нищий и голый, а сына воспитаю сам. Не нужна ему такая мать, как ты, которая тут рот на законного отца и мужа открывает. «Я все сказал. Можешь собирать свои вещи и уматывать из моего дома в свою деревню». Спустя несколько дней Владимир Викторович немного успокоился. Обдумав ситуацию на холодную голову, он понял, что бракоразводный процесс в подобном ключе ему совершенно не выгоден. Среди его бизнес-партнеров пойдут совершенно ненужные слухи. Выгнав жену из дома, мужчина очень сильно рискует раз и навсегда испортить себе репутацию. А она дорогого стоила. Владимир Викторович зарабатывал свое имя годами, поэтому действовать нужно было по-другому. И нужное решение пришло к нему совершенно неожиданно и в тот самый момент, когда он уже думал дать заднюю и оставить в покое тему развода. «Какой же я все-таки умный!» – нахваливал себя мужчина, выходя из кабинета знакомого врача. «Просто гениальный! Это же настолько элементарно, что можно было избежать всех этих склок и скандалов. Пара таблеток каждый день, и через две недели моя благоверная превратится в овощ и не сможет не только заниматься воспитанием сына, а забудет, как ее зовут». Действие препарата, который за определенное весьма солидное вознаграждение выписал Владимиру Викторовичу врач, он, конечно, преувеличил. Но после его приема самочувствие Насти стало резко ухудшаться. У нее часто болела и кружилась голова. Один раз женщина даже теряла сознание. Наблюдались и провалы в памяти, которых никогда не было раньше. Валентина Петровна была первой, кто забил тревогу. «Доченька, что с тобой происходит?» Взволнованно спросила она, когда поняла, что Настя забыла, о чем они говорили еще буквально вчера. «Да, не знаю», — промямлила она в ответ. «Не понимаю, то голова кружится, то еще что-нибудь, наверное, давление. Может быть, ты беременна?» Не успокаивалась мать. «Ты ходила к врачу? Проверялась?» «Да ну нет, мам», — отмахнулась Настя. «Я же не маленькая девочка. Если бы я забеременела, то уже бы об этом знала. Пройдет, не переживай. Видимо, я просто настолько устала, что уже совершенно не соображаю, что происходит вокруг меня». Состояние Насти с каждым днем только усугублялось. Помимо недомогания, она внезапно почувствовала упаднические настроения. И это были не просто расстройства, а самое, что ни на есть настоящие истерики. Когда Настя целый день проплакала, а потом устроила вернувшемуся с работы супругу скандал, Владимир Викторович понял, что препарат наконец-то подействовал в полной мере. Ругаться с женой мужчина не стал, а просто вызвал того самого знакомого врача, который владел небольшой частной психиатрической клиникой. К моменту его приезда Настя была совсем не в себе. Она бродила по дому и считала углы, что-то бормотала себе под нос и бредила, абсолютно не осознавая, что с ней происходит, и совершенно не контролируя себя. «Доктор, ну вы же сами видите, что творится с моей женой», наигранно причитал Владимир Викторович, который изо всех сил старался изобразить заботу. «А ведь у нас сын, представляете, что будет с мальчиком, если оставить его с такой матерью?» «Да, как я вас понимаю?» – вздыхал врач, который подыгрывал мужчине. «Психические заболевания так молодеют. Вы знаете, тут нужна госпитализация, это я вам как профессионал говорю. Так что соберите, пожалуйста, вещи своей жены, и я отвезу ее в нашу клинику. Там она подлечится, отдохнет и совсем скоро может вернуться к прежней жизни». Настя, которая совершенно не горела желанием куда-то ехать, сопротивлялась из последних сил. Но все было бесполезно. Если Владимир Викторович поставил перед собой цель, он обязательно ее добьется. А психически больная жена – это идеальный вариант. Отправив Настю на лечение, мужчина убивал сразу двух зайцев. Он мог с ней развестись и отобрать сына, миновав длительную и ненужную ему волокиту, и сохранить лицо перед бизнес-партнерами и знакомыми. Мол, он изо всех сил старался помочь любимой супруге, боролся за нее. Но, к сожалению, она все равно сошла с ума. Хотя он нанял ей лучших врачей, поместил в одну из ведущих клиник города. А оно вон как все вышло. И теперь Владимир Викторович, бедный и несчастный, остался совсем один с сыном на руках, который в столь раннем возрасте лишился матери. Трагедия, которая заслуживала сочувствия со стороны абсолютно всех, кому сложившаяся ситуация была бы представлена в таком варианте. Лучше и не придумаешь. А потом под шумок можно и жениться под предлогом того, что сыну нужна женская забота и поддержка. А свою пассию выставит не развязной девицей, а молодой великодушной женщиной, которая взяла под свое крыло чужого мальчика. Полюбила его как родного и бросила все силы на его воспитание, заменив несчастному мужу сошедшую с ума жену, а Степану – родную мать. Идеальная легенда, лучше которой и не придумаешь. И Владимир Викторович смог бы вполне успешно воплотить ее в жизнь. С врачом он договорился, сбежать из психиатрической больницы было нереально. Но все-таки на его пути к заветным целям возникло одно препятствие, о котором мужчина даже подумать не мог. В той самой психиатрической клинике, куда по настоянию заботливого супруга поместили Настю, работал молодой мужчина, который очень хорошо ее знал. В свое время, в далекой юности, у нее был роман с Антоном Андреевичем, но девушка сочла его не слишком перспективным для того, чтобы связать с ним свою судьбу. Она изначально воспринимала их отношения, как ни к чему не обязывающие и посредственные. И вот сейчас, спустя много лет, Антон Андреевич оказался единственным человеком, который мог бы ей помочь. Мужчина сразу узнал свою первую любовь. Он не забывал о Насте ни на минуту. Свою вторую половинку Антон Андреевич так и не нашел. Все свободное время он посвящал учебе и кропотливой работе. После окончания школы сам поступил на медицинский. Как оказалось, вполне перспективный был молодой человек. Только вот Настя мечтала о миллионере. Воплотила свои грезы в жизни, и вот что из этого вышло. Разве могла она подумать, что все так обернется? Антон Андреевич сразу же заподозрил неладное, и в первый же день пошел к главному врачу, чтобы прояснить ситуацию. «Михаил Васильевич, но я-то не слепой», — утверждал он. «Она явно находится под препаратами, и если хотя бы на пару дней перестать ее ими пичкать, Анастасия станет абсолютно нормальным человеком. Неужели вы, врач, с таким большим опытом не видите этого? И я просто не верю. Зачем вам все это нужно? Зачем ее вообще к нам привезли?» Михаил Васильевич попытался поставить наглого молодого доктора на место. «Ты работаешь без года недели», — рявкнул он. «А я в этой области тружусь уже много лет. Наверное, мне все-таки виднее, кто нормальный, а кто нет. И давай-ка я буду решать, какие препараты кому назначать. Занимайся своими делами и не лезь в то, в чем ты ничего не понимаешь». Но Антон Андреевич оказался настойчивым. Он решил пойти против воли главного врача. Конечно, это могло стоить ему карьеры, но жизнь и здоровье Насти были гораздо важнее. Он по-прежнему очень сильно ее любил и просто не мог допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Когда спустя несколько дней препараты перестали действовать, Настя пришла в себя и, обнаружив, что находится в психушке, ужаснулась. «Господи, как я здесь оказалась?» Растерянно спросила она. «Что я здесь вообще делаю?» «Тебя сюда муж привез», — ответил Антон Андреевич. «А теперь расскажи мне все по порядку. Что случилось? Почему он тебя сюда упек? Ты же узнала меня, да? Вспомнила?» «Да», — пробормотала Настя, у которой все еще очень сильно болела голова, и бросилась к мужчине на шею. Она рассказала Антону Андреевичу обо всем, что случилось. С большим трудом, но ему все-таки удалось убедить главного врача оставить Настю в покое. Не обошлось, конечно, и без угроз. Но Михаил Васильевич был вынужден так поступить. Антон Андреевич запугивал его проверками, а это уже было чревато очень серьезными проблемами. Он оказался в очень сложной ситуации, так сказать, между двух огней. С одной стороны, Владимир Викторович, который ему хорошо заплатил и строго-настрого наказал не выпускать жену из психиатрической клиники. А со временем и правда свести ее с ума. Он был человеком достаточно влиятельным и мог устроить Михаилу Васильевичу серьезные неприятности, если тот ослушается. С другой стороны, Антон Андреевич, которого тоже не стоило списывать со счетов. Если бы он обратился в нужные инстанции и инициировал бы проверку, то ситуация могла бы оказаться очень плачевной. Как и в любой другой клинике, в учреждении Михаила Васильевича не обходилось без нарушений. Конечно, спустя некоторое время он, скорее всего, смог бы откупиться. Но все равно приятного мало. Да и неизвестно, удалось ли ему бы выйти сухим из воды. Всякое бывает. Вдруг нарвался бы на принципиальных. И что тогда? Тюрьма? Конец карьере и безбедной жизни? Ну уж нет. Ничего подобного Михаил Васильевич допустить не мог. Поэтому отпустил Настю. Только вот Владимиру Викторовичу сообщать об этом не стал. Мужчина узнал обо всем сам, когда его юрист подготовил все необходимые бумаги для будущего бракоразводного процесса, и он приехал в больницу, чтобы проведать свою жену. По подсчетам Владимира Викторовича, Настя уже должна была окончательно слететь с катушек. И каково же было его удивление, когда главврач, потупив глаза, виновата пробормотал. Вы понимаете, так получилось. Что получилось? Рявкнул Владимир Викторович. Где она? Что с ней? Какого черта? Что вы себе позволяете? Запинаясь, Михаил Васильевич объяснил мужчине, в чем дело. Только не стал выдавать Антона Андреевича. Не сказал о том, что Настя временно живет у него. И на том спасибо, все-таки было в нем что-то, какие-то остатки человеческого. Прикрыл. Не выдал. За что Антон Андреевич был очень благодарен. Поймите меня правильно, продолжил Михаил Васильевич. Мне ваши семейные разборки не нужны. Чуть что, какая проверка, и я окажусь за решеткой, а мне это ну совершенно не нужно. Да что ж за люди-то такие пошли? Рявкнул Владимир Викторович, который был вне себе от злости. Ничего доверить нельзя. Тысячи людей ежегодно упекают в психушку, и все в порядке. Никаких проверок, никаких тюрем. А тут нашелся один особенный, которого обязательно прижучат и посадят. Зачем я только с тобой дураком связался? Лучше бы дал денег другому врачу, который безо всех вот этих танцев с бубнами сделал бы так, как мне надо, еще и спасибо бы сказал. И после этого пятки лизал бы несколько лет. Я заплатил тебе бешеные деньги, которые ты не отработал, то есть просто спустил их в унитаз. Замечательно, ничего не скажешь. Я этого так не оставлю, ты за это ответишь, так и знай. Пока Владимир Викторович негодовал от злости и грозился всем вокруг отомстить, он даже не подозревал, что впереди его ждет еще один неприятный сюрприз. По приезду домой мужчина уже готов был послать охрану на поиски жены, но едва переступил порог, как обнаружил людей в форме. Владимир Викторович не мог поверить своим глазам. «Обыск!» – воскликнул он. «В моем доме? Да как вы посмели! Что вы вообще себе позволяете? Пошли вон отсюда! Сейчас же! Я буду жаловаться!» Если он и мог на кого-то жаловаться, то только на самого себя. Мужчину арестовали в тот же день, что стало для него полной неожиданностью. Конечно, Владимир Викторович очень сильно рассчитывал на помощь адвокатов, но масштаб тех махинаций, за которые он угодил за решетку, был настолько огромен, что даже самые лучшие юристы мира вряд ли смогли бы улучшить его положение. Для Насти же после ареста мужа начались радостные и спокойные дни. Хоть и с большим трудом, но она все-таки смогла оправиться после всего, что с ней произошло. А спустя некоторое время Антон сделал ей предложение руки и сердца. Степана мужчина принял как родного сына, и мальчик тоже очень сильно его полюбил и привязался к нему. Даже когда на свет появилась их общая с Настей дочь, Антон никогда не делал разницы между детьми. Настю же эта ситуация очень многому научила. На собственном горьком опыте она поняла, что не в деньгах счастье и даже не в их количестве, а в том, чтобы в доме был уюта на душе покой, дети здоровы и любимый и искренне любящий человек всегда находился рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова